Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! 12 июня 2012 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом учредил День местного самоуправления, отмечаемый ежегодно 21 апреля по всей России. Муниципалитет это тот орган власти, который находится ближе к народу, ежедневно перекликается и тесно связан с ним. И как никто чувствует настроение общества, которое живет, трудится на территории муниципального образования. О местном самоуправлении расскажет гость в студии Иван Попов, руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Иван Романович, здравствуй! Добрый день! Вот каковы цели и задачи Департамента по вопросам местного самоуправления, какими конкретными вопросами занимаетесь? Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые наши муниципалитеты, работники муниципальной сферы. Наш департамент при администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, как само название говорит, именно это взаимодействие с муниципальными властями, муниципальными органами, которые работают в районах, в деревнях, в селах нашей республики. И это, скажем, звено взаимодействия именно органов исполнительной власти, государственной власти и муниципальной власти. Ну, основная цель и задача у нас в этом. Ну, сам департамент у нас работает в двух направлениях, да, вот это взаимодействие именно муниципалитетами и по именно по нормативным актам, которые принимаются в районах, все эти приказы, распоряжения, решения, принимаемые наслежными, лусными советами и так далее. Ну, и правомощность этих документов, и вносится в единый государственный регистр. Ну, в целом, ну, это как бы у нас посредневная работа, ну, и само собой, вот, все, что у нас происходит в районах, в селах и так далее, ну, в части, вот, именно улучшение качества жизни наших сельчан, этим мы и занимаемся. А вообще, очень интересно, сколько муниципалитетов, значит, наша республика, районов, городов, все. В целом, у нас, получается, 445 муниципальных образований в 34 муниципальных районах и в двух городских округах. Это город Якуцкий, Жатай, ну, и 48 городских и сельских поселений, городских поселений и 361 поселение, именно, вот, поселенческого уровня. Вот, сколько у нас муниципалитетов насчитывается сейчас. Ну, очень серьезное большое количество. Как удается так взаимодействовать, наладить работу с таким количеством? Ну, тут у нас, конечно, система такая налаженная. У нас, вот, например, в департаменте работает 12 человек, и каждый, все районы и городские округа мы поделили на каждого работника. То есть, курируемые районы есть у каждого сотрудника, и все по своим районам вот работаем. Недавно состоялся, вот, как раз-таки, съезд депутатов представительных органов муниципальных образований и Совета муниципальных образований. Как прошел съезд, какие вопросы обсуждали? Ну, действительно, произошло такое, очень большое событие, да, для муниципалитетов, да, например. Вот у нас два съезда, так получилось, то, что мы свели два съезда. В одно время получилось, и целая такая муниципальная неделя у нас получилась. То есть, достаточно большое такое количество, ну, представители всех практически населенных пунктов, всех районов присутствовали. То есть, это второй съезд именно представительных органов. Ну, как вы знаете, что муниципальное сообщество состоит из трех ветвей, да, например, исполнительной, законодательной и судебной власти. То есть, представительства двух основных ветвей присутствовали. То есть, и депутаты были поселенческого уровня, и районного уровня, вот, на втором съезде, да, представительных органов. И на съезде Совета муниципальных образований и Ассоциации межмуниципального сотрудничества, там у нас тоже, вот, отдельно. Тут уже главы, конкретно главы, и поселения, и районов. Ну, конечно, вопросов за пять дней было очень много. Были такие тематические у нас круглые столы, площадки обучающие, все такие наболевшие вопросы. И вот по отдельным отраслям, группами, да, вот районами, делегациями, они встречались с органами исполнительной власти, по министерствам ходили, свои насущные вопросы ставили, получали ответы, свои предложения вносили. Вот в дальнейшем, как будем отрабатывать, как было бы лучше для сельчан, для жителей районов. Ну, и были обучающие семинары у нас, ну, и два пленарных больших таких совещания, именно вот по представительным органам и по Совету муниципальных образований. Так что, и приняты две резолюции, именно вот характера по законодательной направлению и по главам, по исполнительным. Вот, сейчас уже вот все эти документы мы, там конкретные были поставлены, поставлены сроки, то, чтобы вот закончить нашу резолюцию и уже пустить дело, да, вот уже отрабатывать с органами исполнительной власти, вот какие вопросы именно ставит законодательная власть муниципалитетов и вот главу, например, да, что они ставят, что у них актуально по сей день, какие вопросы, какие законы можно было бы еще отточить под наш регион. И под наш быт, скажем. Вот, так что было очень интересно, очень много было делегатов, около 500 на каждый съезд было. Ну, тут было очень-то интересно. Ну, вот каким образом определяется эффективность деятельности органов местного самоуправления в республике? Вот от чего она зависит? Вот Госдумой в первом чтении был принят закон об единой системе публичной власти. Вот о чем говорит данный закон? А, ну, это тоже такая интересная очень тема, которая будоражила все муниципальное сообщество. Это начиналось с прошлого года. Вот. В первом чтении этот закон был принят Государственной думой. И вот осталось принять во втором и в третьем окончательном чтении. Закон, конечно, очень такой обширный и очень такой, скажем, очень повлияет, если будет принят именно на муниципальном уровне. Ну, тут где-то 80 с лишним статей и очень много там по статей, у них тоже моментов очень много. Ну, там самый основной такой вот вопрос у нас был при обсуждении в первом чтении, да, участвовало очень много людей. Все муниципалитеты практически по части проекта внесли свои предложения, да, вот свои видения, вот как субъект. И мы как, ну, муниципалитеты передавали свои предложения нашему государственному собранию. Государственное собрание с нашими правительствами и администрацией свели и уже направили в Госдуму свои поправки. Вот по первому чтению, после первого чтения ко второму чтению, да. Ну, тут вопрос такой самый живой был именно в части того, что будет муниципальный. Сейчас вот в действующем законе, да, 131, например, у нас два уровня муниципальной власти. Это районный уровень и поселенческий уровень. А вот закон подразумевает, если вот будут, когда будет преобразование в округ, там будет один уровень муниципальной власти. То есть поселенческих депутатов уже не будет, можно сказать. Да, ну, поселенческих депутатов таковых там закон не предусматривает. А главы поселений тоже вот тут очень такой острый вопрос стоит, да, например, если будет округ, например, избирается глава округа. Ну, тут тоже три варианта было. Как, каким путем избрать главу, например, округа, да. Там три варианта сам закон, проект подразумевает. То есть первый вариант – это обычные выборы. Ну, как выборы проводим, так и проводим. Второй вариант, например, избираем депутатов округа будущего. Есть числа депутатов, избирается глава округа, например. Ну, это второй вариант. Ну, и третий вариант – глава региона предлагает не менее двух кандидатур именно вот депутатам округа. Вот из этих людей уже депутаты округа тоже избирают будущего своего главу. Вот тут пока там точки никакой не поставлено. Вот закон только в первом чтении. Ну, ждем пока во втором и в третьем чтении, как и в каком виде еще переймется, мы пока никто не знает. Но у нас уже осенью будут выборы. Вот можно сказать на носок, в каком формате они будут проходить. Выборы, осенние выборы у нас пройдут по той системе, которая сейчас есть. Ну, как было, так и будет. Конечно, очень много выборов, конечно, очень большое количество у нас будет. Выбираем главу Ильдархана, выбираем и депутата в госсобрании ЛТМ. В девяти районах изберем глав муниципальных образований. В двадцати одном районе изберем депутатов представительных органов. Главу в этом году выбираем? Да, в этом году. В этом году у нас многоуровневые такие выборы будут. Считаю, если даже вот еще плюс к этому будут избираться в каком-то или ином районе главы поселений и депутаты, тогда уже уровни очень... Ну, бюллетней будет хватать. Будет много, да? Кандидатов будет много, придется все-таки выбирать и изучать. Вот, если вернуться к законопроекту, пока там движений таких нет после прошлого года, но сейчас с учетом нынешней ситуации вообще в мире и в стране, наверное, какое-то решение примется. Или вообще отклонить пока, или наоборот, побыстрее примут, потому что там система вообще поменяется. Ну, соответственно, с изменениями этого закона поменяется очень много наших местных законов, которые региональные. Да, вот, например, эсфальканские законы. Так что с принятием, если этот закон будет принят, работы будет, конечно, хватать и для депутатов наших государственных собраний, и для правительства, ну, и для администрации, и всех муниципалитетов. Там, конечно, вот это один момент просто мы отметили, да, избрание главы, например. Там очень много вопросов, например, если создастся округ, да, в каком формате он будет, да, на каких территориях. Ну, пока закон подразумевает то, что муниципальные округа будут создаваться именно в границах существующих районов. То есть территории должны сохраняться, сохраниться, и просто вот там система вот действительно поменяется. У нас остается меньше двух минут, давайте поговорим о дне местного самоуправления все-таки, да. Как отмечается этот праздник, как его вообще встречают в муниципалитетах? Ну, мы очень тесно работаем с нашими муниципалитетами, то есть те большие мероприятия, вот праздники, ну, не только праздники, вот вообще все, что происходит в муниципалитетах, мы как бы со своими районами сообща работаем. Сейчас вот в планах всех районов стоит, именно вот завтра мы отметим день местного самоуправления. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить, всех глав, депутатов, и не только. Очень много там людей работает в системе, да, например, вот, начиная с контрольно-счетных органов, всех заместителей, специалистов, депутатов, глав, поселений. Все, что касается муниципального сообщества, мы от имени администрации, главы правительства, мы от имени департамента поздравляем. Конечно, сейчас такое время, что очень идет, все идет очень быстрыми темпами. Надо не отставать и вовремя делать действия ради вот процветания нашей республики, для улучшения качества наших сельчан, всех жителей нашей республики. Ну, это праздник всех ветеранов муниципального сообщества, поздравляем всех, кто работал, ну, истоков становления местного самоуправления. Всех поздравляю, всем удачи, доброго здравия всем желаем. Ну, Иван Иванович, мы тоже присоединяемся к поздравлениям, поздравляем вас с днем местного самоуправления. Спасибо. Желаем, конечно же, продолжить работу на благо нашей республики. Спасибо, будем стараться. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.